Добрый вечер. Вы в полном составе? Практически, да. Кто-то болеет несколько человек. Практически это как? Объясните мне. Несколько человек болеет. Больные. А сколько здесь у вас сейчас? Я вижу шестеро, а вас больше. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Ах, целых девять. Ну двое, значит, вне поля зрения. Понятно. Хорошо. Значит, мы приступаем к обещанному, значит, очередному сеансу одновременной игры в безопасность здания и сооружений. Давайте я... Вы видите экран, да, я надеюсь? Да. Хорошо, это главное. Меня вы слышите, экран вы видите, да? Это то, чего мы хотели бы добиться. Сейчас мы еще кое о чем скажем. Значит, вот обратите внимание, как выглядит обновленная, как бы, заставка, первая страничка, да? Что вы... Вы видите, да, что тут изображено, вот такой мигающий, да? Да. Вот, значит, тут изображен, значит, НИТ-стадио в центре. И вот созвездия, или атомы, как хотите, да, целого ряда университетов, в которых мы проводим вот такого рода курсы, занятия, обучения. Ну и вот взаимодействие с ПНИПУ вот обозначено таким образом. Вот ПНИПУ к нам приближается, высекается искра знаний, ну и процесс продолжается дальше. Вот надеемся, что очередная искра знаний у нас просто проникнет сегодня. У нас третья лекция, ну, вернее, третья лекция по плану, занятие четвертое, наверное, вы помните об этом, да? Модели поведения материалов сред, ну, сред не в смысле вторников, четвергов, да, а вот, значит, например, там, грунты называют средами или какие-то другие субстанции, да, механики дефрагмента твердого тела. Итак, материалов сред и строительных конструкций, значимые виды нелинейностей, ну, вот здесь я перечисляю их, физическо-геометрическое, структурное и генетическое. Сегодняшние занятия мы построим, ну, как бы технологически несколько иначе, чем предыдущие. Вы помните, на предыдущих занятиях вы слышали, ну, может быть, и видели мою говорящую голову и видели слайды, да, с экрана. Сегодня мы, так сказать, наверное, построим немножко иначе. Сначала будет то же самое, сначала моя говорящая голова, вот, а потом я с помощью моего молодого коллеги переключусь на такое живое, да, значит, общение с доской, да, то есть я буду там что-то писать, рассказывать, вы, наверное, будете видеть меня и, главное, то, что я буду вам рисовать, да, ну, или там пытаться донести до вас. Это не слишком противно для вас, да, надеюсь, такой вариант, да. Вот. Хорошо, значит, напомню, что на прошлом занятии мы говорили и на позапрошлом тоже о нагрузках и воздействиях. Показали, насколько это глубокое, не до конца раскрытое, и в научно-исследовательском плане это очень хорошо, да, для тех, кто этим занимается. Тема, вот, ну, конечно, в практическом плане ничего особо хорошего в этом нет, потому что по мере взрастания сложности наших объектов, мы это говорили, да, это будет касаться в полной мере и сегодняшней темы, да, по мере взрастания сложности, уникальности, ответственности объектов. А, значит, вот цена каких-то ошибок или каких-то чрезмерных допущений, она все возрастает и возрастает, да, то есть нам надо все точнее, точнее и точнее, да, то есть нам остановиться здесь мы вряд ли когда-то сможем. Это вот опять же такая особенность общей теории гносеологии, то есть теории познания, да, что знаний никогда много не бывает, да, те знания, которые были еще, может быть, там, два года или десять лет, казались совершенно недостижимыми, исчерпывающими, да, сегодня оказываются, ну, как бы, неким начальным приближением для поиска и обнаружения новых закономерностей, новых знаний. Итак, мы сегодня говорим, вот, тема третья, да, модели поведения материалов средств, строительных конструкций, значимые виды нелинейности. В основном, не скрою этого, да, в основном мы сосредоточимся сегодня на второй части, да, это значимые виды нелинейности. Почему расскажу. Это ни в коей мере не ущемляет, не умаляет значение общих, значит, да, подходов к построению моделей, но отчасти мы об этом будем говорить на пятом занятии, пятая лекция, вы увидите, она есть, да, базовый металл, программный конструктор, моделирование там и так далее, да, там об этом скажем. А здесь, повторяю, сосредоточимся вот на этих видах нелинейности, зачем они вообще нужны, не блажь ли это какая-то продвинутых наукообразных людей, исследователей, да, насколько это нужно на практике, вот, чем чревато неучет или недоучет этих факторов, ну, и так далее, да. Опять же, как у нас уже было принято, мы бросим такой краткий взор попутный, да, мы не будем на этом сильно останавливаться на тот самый, ну, и разрекламированный федеральный закон 384 ФСЗ, да, ну, такой, как бы, системообразующий, да, федеральный закон, под которым ходят все наши СП, там, ГОСТы и прочее, прочее, да, требования к обеспечению механической безопасности, ну, вот мы видим, что в части, значит, расчетных моделей, да, значит, тут я выделил курсивом и жирным, да, вот что должно быть учтено, да, ну, понятно, должны быть учтены, значит, про нагрузки мы уже говорили, здесь я обращаю внимание строительные конструкции, основания, которые должны быть учтены, ну, и здесь есть семь или сколько там, да, семь требований по расчетной модели, какие они должны быть, ну, давайте немножко напомним, да, какие они должны быть эти модели. Ну, понятно, как и всякой жизни, в любой жизни, да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, это понятно, да, понятно, что идеальный случай, пересказываю это своими словами, который, когда расчетные модели адекватно, значит, воспроизводят реальные геометрики жесткостные, инерционные и нагрузочные характеристики нашего издания и основания, да, это понятно. Ну, значит, понятно также, что если переводить это на язык уже расчетного обоснования, это можно уложить в какие-то классификации, да, какие-то более конкретные требования. Ну, вот какие требования, например, или там пожелания выдвигает 384 ФСЗ, да, что должно быть учтено? Ну, должны быть учтены факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние, наши там несущие конструкции и основания, да, ну, кто бы спорил, да, то есть факторы, то есть то, что влияет на это дело, да, такое общее требование, да. Среди них, именно среди них, я бы выделил то, что написано вторым, это особенности взаимодействия элементов строительной конструкции между собой и основаниями. Ну, вы можете спросить, а не очевидно ли это, да, не очевидно ли это для всех, кто занимается расчетным обоснованием? Ну, может быть и очевидно, но я могу вам сказать, если вы этого не знаете, если вы не работаете на реальном, так сказать, там, производстве проектном или расчетном, что все, так сказать, проектировщики, все расчетчики, ну, и не только, поставленные в очень такие жесткие сегодня, ну, и раньше тоже в жесткие, значит, требования, иногда цепь, нотные требования, да, когда надо там в обозримый срок, в обозначенный срок, да, выполнить весь объем проектной документации, ну, и расчетного ее обоснования, да. Вот, при этом зачастую вот в угоду вот этих сроков, этих темпов, жертвуют адекватностью, то есть подробностью, да, этой модели. Вот здесь как раз на это обращается внимание. Нет, ребята, демократы, значит, какие бы у вас ни были сроки, какие бы ни были там, значит, жуткие и невыполнимые обязательства, а вот будьте добры все-таки. Там, где есть реальное взаимодействие различных элементов строительной конструкции и между собой, и с основанием, да, учтите их по возможности адекватно, да, а не разделяйте там, скажем, я зачастую встречался в своей практике экспертной, да, когда ко мне приходили, ну, какие-то объекты для экспертизы, да, неважно, главгосэкспертиза или иная какая-то, и видя расчетную модель или там набор расчетных моделей, которые мне представляли, и удивляясь тому, что вместо там какой-то связной, например, модели, да, где вот эти несущие конструкции были увязаны в одной модели, ну, и еще все это было увязано там с каким-то общим основанием через фундамент, например, да, я видел какие-то разрезанные системы, какие-то частные системы, они как друг с другом не связаны. И на вопрос, который я, естественно, задавал проектировщикам и расчетчикам, да, инженерам и расчетчикам, а с какого интеллигентно выражаясь перепугу вы, так сказать, разделили, значит, эти модели, вот следовал примерно такой невнятный лепет, что, ну, там времени не было, а программный комплекс, ну, условная лира или скат, значит, не справлялись вот с такой полной моделью, но у нас не было времени для того, чтобы там эту модель исследовать, но, в общем, понятно, что доводы, которые не могут и не должны приниматься, имея в виду вот обоснование безопасности, ну, и в том числе требования вот этого федерального закона, да, так сказать, назвался груздем, полезай в кузов, да, назвался расчетчиком, будь добр, строить, построй, верифицируй, исследуй и проанализируй результаты расчета именно по той расчетной модели, да, которая отвечает вот требования, так сказать, совместной работы, если она обеспечивается, совместной работой разных фрагментов твоего сооружения и ее взаимодействия между собой и с основанием. Это понятно, да, я просто хочу, чтобы это было усвоено, но как бы раз и навсегда. Раз. Ну, дальше, вроде бы, совсем смешное, значит, требование. Третье. Пространственная работа строительных конструкций. Ну, оно, наверное, смешное или может выглядеть как смешное сегодня, но еще лет 20-30-40 назад оно не было таковым, потому что, опять же, большая часть расчетчиков, ну, особенно такой старой закалки, да, которая еще привыкла не к численным методам, не к конечным элементам, там, предположим, а к каким-то там упрощенным аналитическим подходам, ну, норовила строить одномерные модели или там двумерные плоские задачи, да, в то время как реальные наши конструкции, ну, за редким, за очень редким исключением, представляют собой пространственные системы. Более того, они откликаются на наши нагрузки и воздействия тоже как пространственные, да, то есть их нельзя свести к какому-то одному сечению и строить модель для него. Да, это можно сделать на прикидочной стадии, чтобы понять, ну, там, по основным каким-то сечениям, чего мы можем ожидать для того, что, может быть, первоначально назначить какие-то сечения, какое-то, может быть, там, армирование, да, но если, коль скоро мы говорим о итоговом, да, итоговом основном расчетном обосновании, которое лежит в основе, да, оценки безопасности, как нас учат, и нормы в том числе, да, то мы должны строить пространственные, значит, системы, тем более, что уже много времени, вы это знаете, наверное, да, и возможности, значит, методов, математических моделей, методов расчетов, ну, прежде всего, метод конечных элементов, и возможности программных комплексов, которых реализуют, ну, всех, включая и таких строительных, и универсальных, о которых мы еще будем говорить. Так вот, эти возможности давно это позволяют делать, да, то есть говорить о том, что мы это не делали, потому что программа не может, ну, это как бы ответ позавчерашнего дня. Алло. Перезвоните еще раз, по-видимому. Идем дальше. Вот тут мы уже, так сказать, дальше, мы видим уже такой, как бы, отсыл, некий мостик к той теме, которую мы сегодня будем затрагивать, и более того, вот с фломастером в руках и на доске я вам буду что-то рисовать. Алло. Алло. У меня лекция попозже, девушка. Всего доброго. Так. Видите, не дают покоя. Ну, неважно. Итак, речь идет о геометрической и физической невиненности. Ну, это два из четырех сегодня, которые мы будем затрагивать виды нелинейности, важные виды нелинейности. Сказать, что, вот я просто предваряю следующие пункты, что я полностью согласен с той градацией, которая в этом федеральном законе. Помните, я достаточно лестно, ну, скажем так, отозвался об этом законе, ну, с точки зрения того, как он написан, да, каким языком, о чем, значит, все ли там учтено, значит, в той ли мере, как нам это необходимо и кажется. Вот. Ну, конечно, это не касается каких-то частных деталей, да. И вот как раз эти детали сейчас мы коснемся. Итак, геометрическая и физическая невиненности. Будем сегодня об этом говорить, я поэтому, так сказать, не раскрываю эту тему. Пластические и реологические свойства материалов и грунтов. Ну, здесь тофтология, да, тофтология, то есть повторно, то есть как бы масло масляное, да. Потому что понятие физической нелинейности достаточно широкое, то есть это нелинейное поведение материала в широком и среде, да. И, конечно, оно включает в себя, вот пункт четвертый, да, значит, физический, нет, включает в себя в том числе и пункт пятый, да. Пластические и реологические свойства материалов и грунтов, они, по сути, являются важным частным случаем физической неленинности материалов вообще. Но, тем не менее, возможности образования трещин. Опять же, трещины, в зависимости от того, как мы их рассматриваем, как размазанные дисперсные или как такие магистральные, могут относиться к физической неленинности, если какие-то размазанные дисперсные трещины, или могут относиться к структурной или конструктивной неленинности. Вот видите, то есть даже способ рассмотрения, способ идеализации, представления того или другого явления, фактора, на самом деле может относить это явление к разному виду нелинейности. Интересно, но факт. Вот. Теперь тоже очень важный седьмой пункт. Мы вот так пробегали раньше, но я вот тут обращу ваше внимание. Сегодня мы об этом, может быть, не будем говорить, но будем обязательно говорить в одной из других лекций. Ну, более того, расскажу в какой. Это возможное отклонение геометрических параметров от их номинальных значений. Ну, здесь я бы шире посмотрел на тему. Опять же, у нас есть претензия, безусловно, к этому федеральному закону, потому что писали-писали, но не дописали. То есть отклонения могут быть не только в геометрических параметрах. Ну, не та толщина, вертикальная конструкция стала не совсем вертикальная, более того, с каким-то эстероситетом. Вот. Физико-механические характеристики, да, безусловно, значит, они не только возможны, как правило, отклоняются. То есть нам, у нас был заложен проект такой бетон, он стал другим, хуже или лучше. Или там он как-то зонируется, да, по системе. У нас была такой-то металл и такая сталь, да, она заменена по факту другим, да. У нас была система без сварных швов, оказались сварные швы. Ну, опять же, я это говорю не просто так, мы на следующих лекциях, по-видимому, покажем, где и когда это происходит. И на самом деле, к чему это может вести, да, к чему это может вести. Потому что это может вести как, ну, к доказанному, да, тем не менее близкому соответствию вот этого отклоненного варианта проектным характеристикам, ну, которые защищены, скажем, в экспертизе, да, обоснованы расчетами. И защищены в экспертизе, а может-таки приводить к печальным последствиям, о которых, повторяю, речь впереди. Итак, вы видите, что при всей моей критике и там, как бы, недостаточности положения федерального закона, ну, возможно, авторы федерального закона не знали таких понятий, как, например, конструктивная нелинейность или там генетическая нелинейность, о которой мы сегодня тоже будем говорить. Возможно, и не знали, да. Вот. Но, тем не менее, мы с вами обязаны знать, если, коль, скоро мы хотим быть продвинутыми, так сказать, ответственными, да, расчетчиками при обосновании механической безопасности. Такие издания используют. Теперь немножко о литературе. Совсем немножко. Но это важно, да, мы уже вам и говорили, вам говорили об этом, да. Вы можете даже меня заподозрить, что я такой, как сказать, бесплатный или платный агент рекламный, значит, Анатолий Ильич Перельмутера. Но, тем не менее, тем не менее, я говорил вам о нем, как о живом классике вот этого жанра, жанра, значит, монографии, учебных пособий в области как раз наших с вами, значит, интересов, да. Ну, я не скрою, мы берем с ним пример, хотя у нас не всегда хватает времени, потому что мы занимаемся реальными объектами, вы это понимаете, будет еще показано, да, и нам просто не всегда хватает времени, а надо бы, да, на то, чтобы вот обобщить это, осознать и переложить вот в виде таких учебных пособий и монографий, да. То есть, у нас вот на столе лежит несколько тем, которые мы хотим еще, помимо вот тех трех монографий и учебных пособий, которые мы издали, которые мы хотели бы еще, то есть, тоже издать. Тем не менее, вот по факту, Анатолий Ильич Перельмутер, Владимир Ильич Саевич Сливкер, к сожалению, Владимира Ильича сейчас уже с нами нет, уже несколько лет, вот они в 2002, если не ошибаюсь, году издали первую, первая была редакция их вот такого бестселлера технического, да, Микленки. Называется она, внимание, как раз в нашу тему сегодняшнюю, прям ложится, да, по самое не могу. Расчетные модели сооружений и возможностей их анализа, да. Эта книжка вытерпела, в хорошем смысле этого слова, несколько изданий, да, вот в частности, одно из, ну, наверное, не последних, но вот, которым мы пользуемся, это издание Ассоциации строительных вузов 2011 года, да. Да, ну, она называется так же, да, расчетные модели и возможностей их анализа. Очень вам рекомендую эту книжку, я не буду дальше там ее разбирать по кускам, как я разбирал книжку Анатолия Викторовича по нагрузкам и воздействиям, да. Но, я думаю, это была первая такая книга вот в новом тысячелетии, которая, ну, вот как бы провела свет на эти занятия и вселила определенный оптимизм, да, что можно не просто там каждый по своему углу, по своим углам там что-то делать, но и вот как-то пытаться посмотреть на эту проблему как бы со стороны, свысока и дать некое обобщение ее. Необходимое для многих расчетчиков, разумеется, студентов, магистрантов, аспирантов, да. Зафиксировали, да, эту книжку. Это отнюдь не последняя книга, да, вот и нагрузки воздействия, последняя книга этих авторов, ну, вот Анатолия Викторовича, по крайней мере, да, на которую я буду обращать ваше внимание. Теперь, собственно, мы переходим к нелинейностям, но прежде чем мы перейдем к нелинейностям, я бы хотел все-таки пару слов сказать вообще о расчетных моделях. Словесно, да, там не показано. Но дело в том, что это понятие расчетной модели, оно очень обширно, да, вбирает в себя большую историю и современность, разумеется, тоже, и чревато развитием, то есть мы смотрим здесь и будущее. Потому что, если мы понимаем под любой математической, ну, в том числе расчетной модели, да, значит, некое математизированное, да, так сказать, выражение, приближение, да, реального объекта с точки зрения тех параметров, ну, в данном случае параметров механической безопасности, которые мы хотим определить, ну, прежде всего, это напряженно-деформированное состояние, перемещение, деформация, усилия, напряжение, там, собственно, частоты и формы колебаний, например, да, то, конечно, говорить о том, что расчетные модели, там, 20-30-40 лет недавности, начала прошлого века и расчетные модели сегодняшние, это одно и то же, это было бы глупо, да, это было бы глупо, потому что расчетные модели, их тогда не называли, прямо скажем, да, которые были в ходу, там, 50-60 лет назад, в докомпьютерную эру, в эру допрограммных комплексов, да, до того, как мы могли использовать, там, тот же метод конечных элементов, другие методы, при анализе пространственных систем, не только в статической, но и в динамической постановке, не только в линейных постановках, да, это были по преимуществу аналитические методы, да, аналитические модели, то есть набор формул, да, или, там, решение каких-то дифференциальных или интегро-дифференциальных уравнений, которые в основном проводились вручную, да, ну, то есть, понятно, это было по зубам, по мозгам, в хорошем смысле этого слова, только высококлассным таким расчетчикам, по сути, исследователям, да, если так говорить, сейчас практически таких не осталось, хорошо это или плохо тема отдельного разговора, да, но это так, вот, сегодня в результате вот этой многолетней селекции, такого естественного или противоестественного отбора, развития численных методов, ну, прежде всего, конечно, мы последние годы, десятилетия обязаны быть методом конечных элементов, вот эта парадигма, как принято говорить, сменилась, да, сменилась, то есть, на, на, вот, на смену вот этих аналитических подходов, высоколобых решателей дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений, на смену им пришли, к сожалению, да, вот такие, говорю об этом без особой радости, в значительной своей степени кнопкодавы, кнопкодавы, то есть, это люди, которые давят на кнопки в нужной последовательности, и которые в значительной своей степени думают, это ужасно, но это так, думают, что, собственно, они решают какую-то задачу, более того, это решение адекватно реальности, и они имеют возможность и право претендовать на оценку, ну, той же безопасности, таких взаимных сооружений, в том числе уникальных, в том числе особо ответственных, да, это сильное заблуждение, да, я об этом уже говорил, то есть, не обладая теоретической базой, не понимая, что заложено, да, в эти математические модели, сегодня мы будем об этом говорить, в эти честные методы, да, и в те самые программные комплексы, которые реализуют то и другое, вот, в общем-то, лучше близко к этим программным комплексам не подходить, да, потому что, как я уже говорил, может быть, в другом месте, по другому или этому поводу, это сродни атомному оружию, ядерному оружию в руках дикаря, да, то есть, мы, как бы, абсолютно не знаем последствий, да, ну, или, там, обезьяна, да, с ядерным оружием, предположим, или какой-то пещерный человек, то есть, да, есть набор красивых кнопок, красивых картинок, все это доступно в таком полуменее, более-менее механистическом исполнении, да, но вот не зная того, о чем я говорил, да, вот, не обладая этими знаниями, вы вряд ли сможете, то есть, сто процентов не сможете ответственно подходить к расчетному обоснованию, ну, в том числе, механической безопасности, да, не скажу. Это, как бы, не моя точка зрения, вернее, не только моя точка зрения, надо сказать, что периодически встречаясь не только с нашими, там, учеными, научными работниками, преподавателями, профессорами, работниками проектно-конструкторских фирм, но и встречаясь с таковыми же, там, по разную сторону наших границ, то есть, на Западе, на Востоке, вот, там, в Европе, Америке, там, Китае, в Японии мы с удивлением, ну, отчасти граничащих, так сказать, с удовлетворением, что мы правы, видим, что у них та же точка зрения, то есть, у них происходят те же процессы, да, что неудивительно, то есть, идет на смену новое поколение, поколение, которое в значительной степени, ну, я не хочу сказать, развращено, да, но находится под впечатлением легкости, да, легкости, доступности вот этих средств расчетного обоснования, ну, и, собственно, вот так, в доступном варианте это реализуют, да, то есть, это общая проблема, я вас предупреждаю об этом, ну, как, повторяю, без пяти минут исследователей, вот, потому что, значит, вот, вариант кнопкодава, а не вариант расчетчика, да, это очень печальная учащая, да, вот, она ничем хорошим не заканчивается, вот, а у вас есть все основания быть расчетчиками, да, ну, если вы, как бы, пойдете по этому пути, а не кнопкодава. Ну, возвращаясь теперь, вот, к теме, значит, расчетных моделей, хочу сказать, что сегодня, вот, если говорить о теоретической базе, да, о возможности построения и анализа, значит, результатов, так сказать, которые мы получаем по расчетным моделям, это, ну, конечно же, многократно увеличивающиеся по мощности, да, по возможности использования и, как бы, применения, всевозможного, да, возможности этих самых расчетных моделей. Да, если, там, повторяю, там, полстолетия назад, это, по преимуществу, были одномерные, двумерные, в лучшем случае, ассимметричные модели, которые, ну, достаточно криво представляли реальный пространственный объект, ну, либо объект был действительно простой. Сегодня мы видим, что простых объектов почти не бывает, да, которые, вот, укладываются в такие простые модели. Ну, почти. Можно выделить какие-то категории, да, но это, скорее, исключение. Реальные пространственные, там, комбинированные модели. Итак, первое, да, то есть мы отошли, отходим, можем и должны отойти, если мы говорим о требованиях современных, от упрощенных моделей. На это есть все основания, да, то есть это первое. Пространственные модели. Второе. Системы основания сооружений, да, мы опять так и думали. Можем ли мы в современных математических моделях, расчетных моделях, программных комплексах, которые мы должны строить и анализировать модели системы основания сооружений? Не только можем, но и должны, да, есть все основания. Второй вопрос, какие модели, да, как они, значит, представляются? Тут есть выбор. Выбор за вами, между прочим, да, за вами, за расчетчиками выбор, да. Вам никто не навязывает ни конкретный программный комплекс. Вы можете выбирать из программных комплексов. Он сейчас ни один, ни два, ни десять, их много, так. Вам никто не навязывает тот или иной вид расчетной модели в том или ином программку. Вы можете сами это выбирать. Вы можете управлять параметрами, да, и мониторить, как они работают. Это все за вами, это ваши знания, да, реализация ваших знаний. Итак, система основания сооружений. Далее. Как представляется наше основание и наши несущие конструкции? Тоже многообразие. Вы можете строить комбинированную, синтезированную, композитную модель, как угодно. То есть, модель, в которой у вас будут элементы. В этом месте поподробнее, повнимательнее. Элементы. Балочно-стержневых элементы. Элементы плитно-оболочные. Элементы трехмерные для объема. И все это можно скомпоновать, соединить в единой модели через какие-то связи. Разные связи. Жесткие, шарнирные, упругие. То есть, современные возможности, современного расчетчика, они выросли невообразимо. Вопрос, как вы этим пользуетесь? И понимаете ли вы, как вы этим пользуетесь? Итак, мы говорим об этих моделях. Мы говорим о том, что тут можно использовать даже в рамках пространственных моделей разные типы элементов и соединять их в единую модель, которая совместно работает. Далее. Динамика. Да, 100 лет назад уже, 50 лет назад много занимались динамикой. Но вы понимаете, что летают самолеты, космические корабли. Как там можно без динамики? Да никак. Но, как правило, опять же, их приводили к простейшим системам, как правило, к балочно-стяжневым, с каким-то числом степени свободы и пытались как-то на руках более-менее удачно. Иначе бы у нас не было полета в космос, ну и до этого самолета строения не было бы развито. Но, сегодня другая ситуация. Мы можем целиком, как оно есть, замоделировать космический корабль. Вовсе никак свяжется с тем, как оболочку, с каким-то наполнением. Людей можем там замоделировать целиком. Оборудование, которое там стоит, или там как-то трансформируется, можем там замоделировать в рамках этой модели. С использованием разных типов элементов. И все это в динамике. То есть, этап выведения, мощнейшие перегрузки, мощнейшие динамические воздействия на этапе выведения. Потом, орбитальная деятельность. Другая совсем система. Безвоздушное пространство, отсутствие гравитации, но некая орбитальная деятельность. Какая-то пристыковка корабля, отстыковка, выход на орбиту, так далее и тому подобное. Далее, спуск. Опять огромные перегрузки. Ну, там, космонавтов, присускаемый аппарат. Все это сегодня моделируется практически с точностью, которая была абсолютно недоступна еще 20-30 лет назад. А сегодня является в порядке вещей. Опять, это делается просто нажатием кнопки на той или иной программе. Дорогостоящее. Нет. Мозги в начале, мозги потом, мозги в третью очередь. Потом уже все остальное. То есть, мозги при постановке задачи. Мозги при выборе расчетной модели. Мозги при насыщении этой модели теменными параметрами. Мозги при выборе программного комплекса. И только потом идем дальше. Уже внутри этого программного комплекса. Мозги при проведении расчетов, выборе соответствующих методов. И мозги при анализе результата. Вот тут тоже мозги мозгами. Когда мы говорим о умных системах. Умный город, умный регион, умная страна. Интеллектуальных смарт-систем. Я бы в первую очередь говорил об умных профессионалах. Потому что без умных профессионалов все это так же бесполезно. И вредно. Более того. Как программные комплексы для неумных пользователей. С той же временем. Итак, смотрим литературу. Смотрим тех классиков жанра, которые внесли в серьезный вклад. Уже как бы мы говорим здесь о нелинейности. Ну вот посмотрите. Я не буду их перечислять. Хотя тут есть очень такие известные знаковые фигуры. Ну вот, например, Болотин Владимир Владимирович. Владимир Васильевич. Он написал много книг. Но вот в частности эту книжку. Еще 1972 года. Она не потеряла своей значимости. А я, собственно, заканчивал кафедру динамики и прочности. Зав кафедры, которой был Владимир Владимирович. Вот. Владимир Владимирович у меня так вырывается. Потому что сейчас Владимир Владимирович у нас везде. Да, поэтому вот так Владимир Владимирович, Владимир Владимирович. Или, например, среди этих людей есть и ныне живущие. Ну вот, например, я сейчас работаю также в МИТе. Это сейчас Российский университет транспорта. Ну вот на соседней кафедре с кафедрой Зелева. В кафедре строительной механики. Вот у него есть, например, книжка. Ну не такая свежая, но не потерявшая своей актуальности. В чем-то. Все теряет актуальность. Мы должны это понимать. Но есть какие-то основы, на которые мы можем положиться. Эта книжка уже ближе к нам с вами. Это вычислительно методом нелинейной механики конструкции 99-го года. Но и имела несколько переизданий. Ну есть такие тоже монстры, я бы сказал. Ну они уже, так сказать, не живы. Они работали в середине 20-го столетия. Наиболее активно, продуктивно. И были известны в системе Академии наук Советского Союза. Такой, как Ильюшин. По пластичности, да. Это вот нелинейная физическая методия. И вот, наверное, самое лучшее, ну, на мой взгляд, это как бы на вкусный отсвет, что называется, товарищ. Нет. Самое лучшее изложение, ну и глубокое, я бы сказал, изложение, основы теории пластичности, не утратившие свое значение и поныне. Это Качанов, Лазарь Моисеевич, значит, основа теории пластичности, да, 56-й год. Ну, если мы говорим, например, о других, там теория пластичности в основном работала для металлов, а как бы железобетон шел несколько потом. Ну и железобетон, прямо скажем, не так актуален был для машиностроения, где эта теория, так сказать, имели наибольшее развитие и востребованность. Так вот, в теории железобетона, я не просто знаю, мы как бы регулярно пересекаемся в Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, с таким тоже классиком в теории железобетона, но очень таким простым, но глубоким человеком, это Николай Иванович Карпенко. Вы видите, что в 76-м году еще была издана книжка «Теория деформирования железобетона с трещинами», помните трещины, да, помните трещины в федеральном законе 384-м. Так вот, многие из тех положений, которые в нем, так сказать, содержатся, да, они были предметом исследований, предметом исследований многих, ну там, аспирантов, докторантов, но та теория, которая там изложена, она не потеряла актуальность сейчас и не в полной мере реализована даже сегодня. Скажу страшную вещь, смешную, да, вот сейчас в рамках фундаментальных исследований, которые проводятся в Российской Академии, да, мы как раз занимаемся ровно этой работой, то есть попыткой на новом историческом этапе, то есть сегодня, спустя там, сколько, значит, да, посчитайте, сколько лет, 40 лет с лишним, да, реализовать такие методику, теорию деформирования железобетона с трещины Николая Ивановича, да, ну, актуализированную, так сказать, модернизированную сегодня, да, реализовать в современных программных комплексах, да, это не так просто. Итак, мы видим, что были и есть классики, которые занимаются этими проблемами, да, ну, кто-то из вас, может быть, сидящих здесь, пополнит ряды тех, кого будут называть современными тоже классиками, ну, я вам этого только желаю, но эта тема очень важная, сейчас мы, как бы, перейдем потихонечку, да, с вами, куда мы перейдем? К, от экрана перейдем к доске, да, вот, Александр Иванович нам поможет в этом безнадежном деле. Так, куда я должен выключать? Так, вот где она? Давайте. Так, минуточку, внимание. Значит, перейдем к нам, не следит нас. Вот, 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 вот. А, вы будете видеть вот этот, вы видите, да, доску, да? Да, да. Все уснули или нет? Видите доску, так. Так, давайте попробуем настоять, нам еще повыше глаз. Да, значит, буквально не пройдет и минуты, как вы увидите не только доску, но и меня рядом с ней, да? Ну, попробуйте. Да, давайте я попробую, вдруг из этого что-то получится. Так, видно? Так, видно, что нижняя часть моего тула. Ага, вот так. Так, верхняя. Вот верхняя, видно. Так. Так, вот это фломастер. Это губка. Для того, чтобы стирать все это дело, да? Да. Безобразие. Так. Вот так, да? Да. Ну, хорошо. Годится? Ну, начните писать, мне кажется, что бурьками отображать надо будет. Да. Посмотрим. Что там не так? Правее, левее? Там, видимо, у ребят с проектом не влезают, что-то. А. Хорошо, отлично. Ну вот, теперь, значит, вы видите, как я выгляжу, да? Как выглядит пустая доска. Вот. Она пустой будет недолго, да? Уверялась? Значит, я кое-что тут изображу. И остаток нашего сегодняшнего занятия нам осталось, ну, примерно час, да, я так понимаю, чуть меньше, 50 минут. Вот я постараюсь так на ногах и у этой доски, значит, вам что-то рассказывать, показывать. Именно касается это будет невинейности. Почему? Сейчас мы как бы к этому перейдем и поговорим. Итак, вообще про расчетные модели мы сказали, да, что много тут всего при построении этой расчетной модели. Не бывает какого-то единого правила, да, кроме того, что мы должны приблизиться к действительности, да, в этих расчетных моделях. И то, что сегодня возможности эти, как я сказал и повторюсь, гораздо шире, глубже их больше, да, чем это было там, ну, какое-то время назад. Означает ли это, ну, я, опять же, немножко философию даюсь, ну, вы люди взрослые, для вас тоже девичка. Означает ли это, что все, что делали наши предшественники на протяжении там столетия, вот те, кто считали там аналитических, те, кто строили там номерные модели, двумерные, те, кто как-то приближенно учитывали там динамику, взаимодействие, что все это пошло на свалку истории. Как вы думаете, означает ли это? Нет. Политически грамотный ответ. А теперь вот я хотел бы услышать наушно-технический ответ. Почему это не означает, что это на свалке истории? Как вы думаете? Да, да, ничего просто так не проходит, да, и в науке, и в технике в том числе, да, потому что мы сегодня стоим на плечах наших предшественников, да, и это не просто, повторяю, какой-то политический, там, предкорректный такой, да, приятный для стариков, скажем, такой лозунг, да. А это так и есть, потому что во многих тех, в том числе моделях математических, численных методах, да, ну, и, соответственно, программных комплексов, заложены многие из тех наработок, да, решений, аналитических формул, да, у нас, к сожалению, не будет времени для того, чтобы это подробно рассказывать, да, которыми занимались вот наши предшественники, да. То есть без них мы сегодня были бы, так сказать, без этих инструментариев замечательных, да, там, бесконечных элементов, без, значит, программных комплексов, да, ну, или пользовались бы ими так вот, так сказать, с эффективностью мартышки, да, условно говоря, обучены. Итак, давайте я запишу, насколько позволяет, прошу прощения, мой почерк, я, как любой программист уже такой испорченный и компьютерный человек, руками пишу очень мало, да, вы догадываетесь, в основном на компьютере. Итак, виды, а сейчас смотрится смешно, наверное, нелинейность, да, я сам себя, что ли, там? Нет, вы в зеркальном отображении пишите. Нормально? 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 А, ну, конечно. То есть, собственно, мы сказали о том, что много чего можно, пространственное, динамическое, комбинированное, взаимодействие, да, об этом будем еще говорить, я поэтому сегодня, я сегодня коснусь только видов нелинейности, только. Ну, когда я говорю только, меня берет некий страх, да, потому что даже в рамках одного вида нелинейности, это, один вид нелинейности, это вполне достойное занятие для целой такой научной жизни, или там жизни научной школы, да, и так и было, и так и есть. Вот. Но мы с вами поставлены в другие условия, да, нам надо как бы охватить всю тему безопасности здания и сооружений. Повторюсь, вот вам литература, вот вам интернет, да, вот вам мое благословение на то, чтобы вы, так сказать, изучали это все, да, но вот как бы основным положением я уделю сегодня внимание, не более того. Итак, виды нелинейности. Ну, давайте их перечислим, собственно говоря, мы это уже сделали, но тем не менее, да? Первое. Физическая. Физическая нелинейность. Ну, я бы мог поставить во множественное число, да, потому что там, на самом деле, куча всяких физических нелинейностей, да, но мы, так, то есть я пишу тут, что это материалы, среды, да, то есть мы имеем в виду нелинейность, нелинейное поведение материалов и сред, ну, материалов, из которых сделаны наши строительные конструкции. Среды мы имеем в виду, ну, например, там, грунты, да, это, так сказать, не материалы, это нам, то, что нам досталось от природы, да, это среда некая, да, вот. Вот. Или если в состав нашей системы входит, там, какой-то массив, ну, или, так сказать, резервуар жидкости какой-то, да, мы не можем ее отделить, да, как бы от нашей модели, это часть нашей модели, это тоже среда, да, вот какая-то жидкость. Ну, и так далее, то есть разные среды. Итак, это первый вид нелинейности. Второй вид нелинейности геометрическая. Ну, опять же, я привожу, говорю здесь как бы в единственном числе, что это нелинейность, в единственном, да. На самом деле, этих геометрических нелинейностей, градаций, да, и, по сути, существует несколько, тоже, да. Мы тоже об этом поговорим сегодня. Третье. Структурная. Ну, иногда называют ее конструктивной. Ну, понятно, что тут такой англоязычный, как бы, вариант. В английском обиходе, значит, название, значит, как, structural, structural, non-reality. Прямой перевод структурный, но, понятно, значит, structure – это конструкция, да, в переводе на русский язык, поэтому либо структурная, либо конструктивная. Это одно и то же термины. И четвертое из тех, которые мы сегодня будем смотреть, и, собственно говоря, ну, большинство, большинство специалистов, которые занимаются нелинейностью, вот выделяют такие четыре группы, да, нелинейности. Мы об этом поговорим, почему четыре, как они, значит, там, дружат, или не дружат друг к другу. И генетическое, да, вот такое красивое название. Генетическое. Вот четыре вида нелинейности. Четыре вида нелинейности. Ну, давайте я предлагаю, поскольку вот в силу ограниченного, так сказать, регламента временного, да, не хочу сказать цветнота, более того, мы сможем, наверное, захватить и следующее занятие. Ну, у нас есть такая возможность, и, наверное, может быть, я его воспользуюсь тоже. Давайте пойдем так сверху вниз, в понимании, что это за вид нелинейности, и почему уж так необходимо их учитывать, да. Ну, давайте начнем с этого. Давайте я пойду от практики, да. Ну, мы, так сказать, не только теоретики, но и практики. Не знаю, чего больше, но одно другое подгоняет или там мешает, это уж как смотреть. Ну, моей такой практической деятельности в области расчетного обоснования, ну, вот назовем это механической безопасностью, такого понятия не было, там еще лет 30-40 назад, в области атомной и гидротехники. Показывает, повторяю, такой 40-30 летний опыт, да, что от общего объема, ну, если так можно сказать, тех расчетных обоснований, которые мы занимались сами, ну, сами ладно, которые мы видели в виде экспертов или там, значит, просто товарищей по цеху, вот те расчетные обоснования, которых эти нелинейности, ну, какие мы будем говорить, учитывались, явно, неявно, в тех или иных моделях. Дай бог 5 процентов, в общего объема, дай бог 5 процентов. И я боюсь, что это оптимистичная цифра 5 процентов, боюсь. А вы спросите, а почему так мало? А вообще, может быть, и 5 много, 5 процентов, может, вообще не надо? Вот сейчас об этом поговорим. Итак, мы говорим о расчетных моделях, да, вспоминаем, которые наиболее адекватно следуют феноменологии нашего реального. Феноменология, значит, то, что мы можем наблюдать в натуре или в эксперименте, в каком-то таком представителе. Вопрос, ну и ответ за ним, да, вопрос, а как ведет себя наш материал, наша среда, как ведет себя наша конструкция? С учетом, так сказать, всех особенностей, да, ее жизненного цикла. Действительно ли можно во всех случаях, ну или в большинстве случаев, использовать вот такое линейное приближение? Что значит линейное приближение? Ну, это понятно, да? Скажем, если мы смотрим какие-то параметры, ну, давайте я немножко освобожу экран наш. Поставлю какую-нибудь одну линейность, да? Не важно, какой. Вот, если мы смотрим за какими-то параметрами, результирующими, да, ну, например, там какая-то нагрузка обобщенная, да, обобщенная, и какое-то перемещение, да, ну, тоже обобщенное. То есть это может быть в точке, может быть какой-то там комплекс, да. Линейное поведение говорит о том, что вот мы нагрузили систему, да, и у нас линейная пропорциональная зависимость между вот этим интегральным параметром, там, скажем, нагрузки, внешней нагрузки, как положено, да, о которой мы говорили в прошлой занятии, и перемещение, как отклик системы, да, реакция системы. Тоже можно написать насчет усилий, напряжений, деформаций, чего вот, да, вот любой результирующий фактор, да, который нам важен с точки зрения критериев безопасности. Или может быть важен. И, значит, мы пошли сюда с нагрузкой, да, потом разгрузили, сняли нагрузку, да, и вернулись в исходное положение. Вот этот типичный галимый образец линейно-упругой системы. То есть у нас там все линейно, да, вот. Больше нагрузка, больше перемещение, меньше нагрузка, меньше, и они связаны вот с этим линейным способом. Это как общий случай линейной системы, да, линейно-упругой системы по всем параметрам. Ну, повторяю, повторяю этот вопрос, который я задал, на питорическом, типа, а может, этого и достаточно? Ну, должен сказать так, по опыту, да, что вот линейное поведение в широком понимании, да, линейно-упругой поведение системы столь же в расчетном смысле привлекательное, да, ну, потому что она упрощает задачи, понимаете, да, то есть там надо вводить какие-то линейные факторы, да, колготиться, биться над его решением этой нелинейной задачи, да, а тут вот такая линейная система. Да, там хватает своих проблем, большая разметность, там, да, разные типы элементов в одной модели, взаимодействие, то, о чем мы говорим. Но, тем не менее, вот, хотя бы здесь такой подспорье, да, это касается и статических задач, и задач динамики, задач устойчивости, да, вот мы как бы в рамках вот такого линейного продвижения. Но мы это увидим, я об этом буду сегодня еще говорить и показывать, да, к сожалению, это столь же приятная ситуация в случае линейного продвижения, сколь и редкая, сколь и редкая, да, потому что огромный класс существует конструкций, зданий, сооружений, системы основания, сооружений, да, которые при практически значимых нагрузках и воздействиях, да, работают в нелинейной области, нелинейной, и нельзя уже применить вот это. Причем степень этой нелинейности может быть там значимая, а может быть вообще определяющая. Ну, в том смысле, что если вы эту нелинейность не учитываете, то вы вообще выбрасываете, вы плескиваете там с водой ребенка, что называется, да, то есть вы решаете, как бы думаете, что вы решаете задачу обеспечения безопасности для этого объекта при этих нагрузках и воздействиях, а на самом деле вы решаете совсем другую задачу, да, ну, такую, которая вам приятна, да, которая просто решается, но которая на самом деле в лучшем случае, это в лучшем случае, может служить лишь начальным приближением для решения реальной задачи, задачи расчетного обеспечения безопасности. Довольно воздание службы. Вот теперь мы немножко, так сказать, пойдем по этой градации, да, после таких общих соображений. То есть первое – физическая нелинейность или нелинейное поведение материала. Ну, как нас учил и учит старик Гук, закон Гука, да, вот он выглядит таким образом, то есть это как раз поведение линейно упругих материалов, да, связь между модулем упругости, ну, или деформацией в других терминах, и какой-то деформацией, да. Я намеренно рисую такой случай одноосный или приведенный каких-то деформаций, и это, я тут, извиняюсь, здесь, конечно, не модуль упругости, а напряжение, да, сигма. Вот, ну, а понятно, тангенс вот этого угла, альфа, да, и есть модуль упругости. Вот такой как бы нехитрый детский, детская иллюстрация, да. Думаю, что и вами тоже впитанная как с молоком матери практически, да. Вот как бы разбуди вас в любое время, вы это нарисуете и расскажете. Я вот не знаю, мне громче говорить, или тише, потому что молодой человек спит, а я человек гуманный. Вот, я как-то не привык будить стоящих людей. Слушаете, да? Надо и смотреть время приема, видите, я тут специально замедлился. То есть это вот такая, значит, классика жанра уже на протяжении многих столетий, да. Ну, кстати, Гук был таким, как это сказать, сильным конкурентом, и как он считал недооцененным конкурентом Исаака Ньютона, то есть он жил в те времена еще, представляете, много столетий назад. Вот, и был такой в свое время очень известный ученый, да. Но вот, к сожалению, в истории науки остался не как вот конкурент Ньютона с его законами, да, механики, которые такие заложили основу современной механики, да. Ну, по крайней мере, до Эйнштейна это была незыгримая такая основа Эйнштейн, но я бы не сказал, что поколебал, развил, да. А вот Гук был таким конкурентом, но вот в истории остался он вот здесь, да. Ну, Е – это модуль Юнга, или там модуль деформации, модуль упругости, по-разному называют. Вот этот закон, этот закон, да, ну, вроде бы, повторяю, многие решения, теория упругости, теория пластиноболочек, там, стержневой системы построены, вот на решение, вот, уравнение, предположение, что материал ведется таким образом. Давайте посмотрим. Очень кратко, я не претендую тут на полоту, а просто за тем, чтобы сказать, показать, насколько это работает, да, насколько это работает, да. Это наше реальное правило. Давайте посмотрим, когда и до каких пор вообще вот работает этот закон. Ну, если мы перейдем к металлам, да, ну, давайте начнем с металла. Почему к металлам? Почему я начинаю с металла? Ну, потому что металлы, особенно там конструкционные материалы, конструкционные металлы, да, изученные, так сказать, изучались, так сказать, на протяжении большого времени, ну, гораздо раньше, конечно же, чем железобетон или другие строительные материалы современные, да, условно говоря, современные, да. Вот. Ну, и потому что, значит, металлы, ну, и сталь, в том числе, конструкционные, намного более простой материал с точки зрения свойств, слоев, ну, ленилистей, чем, например, тот же железобетон или грунты, да. Поэтому, да, это намного лучше изученные материалы. Вот те публикации, на которые я обращал ваше внимание, тоже говорят об этом, что они появились раньше, и там это было уже в виде некой законченной теории, да. В значительной степени вот этими теориями 50-х, 60-х, ну, 70-х годов, скажем так, прошлого столетия, мы пользуемся до сих пор, да. Вот если вы посмотрите самые продвинутые, самые-самые-самые-самые-самые-самые продвинутые программные комплексы, там, Энсы, Сарбакус, Настран, там до сих пор, как бы, пользуются этими моделями, которые в значительной степени не только имеют, ну, там, европейскую, американскую почву, но и советскую, да. Ну, не буду говорить российскую, советскую, да. Вот те авторы, о которых я говорил, Юшин, Качанов, Роботнов, да, вот академики, да, вот, они как раз и заложили эту основу. К вопросу о том, так сказать, напрасно ли они трудились. Нет, не напрасно. Как же выглядит, например, если мы бы строили такую диаграмму, выглядит диаграмма для вот этих самых стайлов. Хорошо изучено? Я немножко тут в другом масштабе это построить, с вами, да? Да. Итак. Значит, первый участок диаграммы, да, он выглядит вот таким образом. Это вот чистый бук. Привет мистеру Буку, да. Значит, это чистый бук. То есть, линейная зависимость. То есть, если мы грузим нашу конструкцию таким образом, что во всех точках, внимание, во всех точках нашей конструкции или нашего сооружения, да, мы находимся на этом участке, на упругом участке диаграммы деформирования, там, ну, скажем, конструкционной ставки, с которой, допустим, сделаем конструкцию, да, то, да, мы можем использовать этот закон. Да, мы можем использовать линейную, упругую, ну, с точки зрения материала, да, модель. Потому что, вот, скажем, предельная наша нагрузка, да, ну, мы в скобочках пишем, какая-то P, там, ultimate, да, предельная. И если мы, как бы, потом от этого пойдем назад, мы придем в эту же нулевую точку, да, то есть, как бы, сняли нагрузку, у нас пропали напряжения, пропали деформации. Это простая моя, простая моя, да, помните. Помните, что мы говорим хорошо. И мы говорим про то, что этому правилу должны удовлетворять все точки в нашей конструкции, все-все-все, то есть, нигде она не должна выходить за пределы вот этой пропасти. Но если, коль скоро нагрузка стала выше, да, повторяю, вот для одного элемента, не говоря про целый конструкцию, да, у нас начинается вот такая байда. То есть, мы имеем предел текучести, сигма текучести, и временное сопротивление, да. А что это означает? Это означает, что практически вот здесь, без изменения, ну, или почти без изменения нагрузки, у нас нарастают деформации. Эти деформации называются пластическими, по той причине, что это как раз и есть проявление пластичности. Пластичность, то есть, не упругость, а уже просто пластическая работа. Более того, если мы еще увеличиваем нагрузку, у нас она может выйти на пределы круглости, за которым может последовать разрушение. Но, если мы где-то вот здесь, например, здесь, да, остановимся, то есть, нагрузку не увеличиваем, и начинаем ее потом сбрасывать, она вовсе не пойдет вот сюда. Как можно подумать было бы кому-то, да? Она пойдет вот сюда. И тогда будет разброска по вот такому закону ленингу. Если мы потом еще пройдемся дальше, мы получим такие вот петли гистерезисные. Они могут нарастать, могут сужаться. То есть, мы видим, что при снижении или там уменьшении, или это падение до нуля нагрузки, мы имеем остаточные пластические деформации, да? Эпсидно пластическая. Вот. И картины совершенно отличные от тех, которые дают нам линейные теории в полиции. Ну, вот этот эффект, он называется эффектом для металлов, эффектом Баушингера. Ну, такое красивое имя, что его невозможно не запомнить. Даже тем, кто сейчас находится в недолгой дреме, я думаю, нормально, да, для запоминания. Баушингера. Если вы без запинки будете это имя произносить в каком-то приличном сообществе, ваша цена вырастет на 5%. Это минимум, я могу гарантирую. Баушингер. Итак, мы видим, что даже для самых структурно-однородных материалов, такие как конструкционные стаи, да, при нагрузках больших тех, при которых, значит, верно соотношение с теорией круглости, точнее говоря, закон ГОКа, мы уже переходим в принципиально другую область, я не буду писать тут формулы, да, они есть, в том числе в этих книгах, вот. Вообще, вы, наверное, заметили, да, что я, когда мне об этом сказали лет 10-15 назад, сам по себе не поверил, да, что за все время наших лекций я не написал ни одной формулы, пока. Заметили, да? Памятую известное изречение, но оно приписывается Эйнштейну, Альберту, что нет такой теории, такой сложной теории, да, которую нельзя изложить на пальцах за 5 минут, чтобы она не была понятна простой домохозяйке, да? Ну, вы у нас не домохозяйки, вы берите выше, но тем не менее, я пытаюсь обидеться. Это вовсе не означает, что вы не должны быть знакомы, значит, там, с зависимостями, формулами, нет, конечно же, но времени у нас на это особенно нет. Итак, вот мы видим, как вы видите, это не линейность, физическая не линейность, да, пробокластическая, более того, работа, применительно к металлам, ну, прежде всего, в конструкционных стадиях, примерно так вот. Ну, если мы берем другие металлы, алюминий, там, например, я имею в виду строительные, да, такие вот, картина будет похожа, не с точностью до значений вот этих пределов текучести, да, или там временных сопротивлений, не с точки зрения, вот, площадки текучести, ее может не быть, но вот с точки зрения нелинейности, да, она, ну, примерно похожа. Причем, чем характерны металлы, вы это тоже понимаете, наверняка, и чем они, ну, привлекательны, если угодно, в этом смысле, да, что, ну, за редким исключением, пределы текучести, пределы прочности, да, временное сопротивление, у них практически одинаково, что на растяжении, что на жатии. То есть металл, ну, и, соответственно, металлические конструкции, да, у нас одинаково хорошо работают на растяжении, на жатии, да. Это, конечно, очень важное, я бы сказал, такое преимущество, которого лишены многие другие строительные материалы и среды, да, о которых мы будем говорить чуть-чуть дальше, да. Но применительно к металлам, применительно к металлам, есть еще и другой нелинейный эффект, но я скажу об этом походе, хотя для целого ряда конструкций, особенно работающих там в условиях высоких температур, таковы имеются, да, безусловно, ну, вот мы, в частности, такими занимаемся, почти всю свою сознательную жизнь, ну, например, если мы имеем дело с какими-то там атомными станциями, тепловыми станциями, да, там есть боксы в помещении, которые работают по температуре там 200-300 градусов, да, а при этой температуре, ну, если, опять же, мы пока говорим о металлах, да, там есть так называемые эффекты ползучести проявляются, да, что со временем, да, со временем развивается пластическая деформация, ну, вернее, деформация ползучести, да, при определенных температурах, ну, там можно много построить кривых, как они развиваются при разных температурах, Т1, Т2, Т3, ну, и так далее, да. Соответственно, если сбросить эту температуру, да, там есть такие эффекты релаксации, да, то есть, как бы, напряжение там падает, начинается во время, да, вот, но не всегда падают до нуля, как бы, так могут и до нуля упасть, то есть, какие-то остаточные ползуты. Это тоже очень интересный, очень сложный, и тоже имеющий богатую теорию, потому что, ну, машиностроительные конструкции, ну, вообще машины, да, механизмы, многие там котлы какие-то, да, они развивались исторически давно, там сталкивались машиностроители с большими проблемами, и вот теории этого дела, для простейших случаев, они развивались очень давно. Ну, будем говорить, несколько стоят, можно так сказать даже, да. Вот. Опять же, современные, продвинутые программы, комплексы, там, классы Энсиса, Абакуса, иностранных, да, они содержат и эти модели тоже. Ну, вопрос, как именно, как ими пользоваться. Вот должен вам сказать, что, ну, так, сам себя не похвалившись, никто же не похвалит, да, что, когда я делал дипломную работу вот в Московском энергетическом институте, как раз на кафедре Болотина, ну, вернее, кафедра Болотина была выпускающей, а делал я, делал в Институте мышцноведения Академии наук Советского Союза, где потом защищал кандидатскую диссертацию. Так вот, тема моей дипломной работы, ну, тогда не было деления, наверное, знаете, да, ну, или слышали, не было деления на бакалавров, там, магистров, но это было такое, значит, обычное, инженерный такой, да, курс, но поскольку это был такой, как бы, динамик и прочность, это был такой инженерный мехмат, в таком понимании современном, да, то учились мы не пять, а пять с половиной, да, тут все-таки, как бы, ближе к специалитету сегодняшним понимания, да. Так вот, в дипломной работе как раз у меня были вопросы, связанные с поведением, там, оболочек неких, да, в условиях термосилового нагружения. Численное моделирование, да, с проявлением эффекта пластичности и ползучести, да, почему я об этом говорю, потому что уже тогда это было и в нашей практике, ну, и, безусловно, там были интересные результаты, и ряд сложностей с их реализацией, безусловно, получения этих результатов. Итак, металлы, да, то есть металлы, видите, у них, вот, как бы, есть свои особенности, и в то же время, так сказать, больше изучено с точки зрения определения моделирования эффекта физической нелднести, будь то пластичность, ползучесть, ну, и, может быть, совместно. Ну, последнее столетие, по крайней мере, да, проходило под, в том числе, и под впечатлением, и под эгидой развития не только стальных или металлических более широко строительных конструкций, но и бетонных, железобетонных, предварительно напряженных железобетонных, в последнее время стали железобетонных конструкций, ну, вот Галина Геннадьевна, ее дочка, значит, ее дочка защищала кандидатскую несколько лет назад, как раз по стали железобетонным конструкциям. Это такие новые типы бетона, железобетона и металла, которые весьма активно используются в тяжело нагруженных элементах. Ну, например, там колонны лахта-центра, вот этого 462-метрового колосса. Там используются, например, скалиджи-бетонные колонны. То есть бетон проделал за эти 100 с лишним лет, начиная от своего изобретения во Франции, очень такой большой путь. Но это не отменяет того, вот мои коллеги меня поддерживают, что это не отменяет того, что много вопросов осталось. Ну, с чем связаны эти вопросы? С точки зрения нелинейного поведения, с точки зрения физической нелинейности железобетона. Ну, прежде всего, это связано с тем, что в отличие от металлов, это как бы одно из отличий, отнюдь не единственное, скажем, ну, про бетон говорить не будем, а, в общем, давайте с бетоном начнем, ладно, да. Вот у нас есть, например, кривая, в которой комнату мы рисовали для металла, сигма-эпсу, да, предположим, это, эти оси показывают нам некие важные компоненты, то есть это положительное, да, это, скажем, отрицательное, да, вот тут мы видим. Значит, мы имеем такую картинку, что мы это знаем, что бетон очень плохо работает, то есть он не держит, да, грубо говоря, растяжение. Вот не держит. Вот так будет казаться, да. Поэтому здесь мы имеем картинку, что вот эта упругая область, условно упругая область, на растяжение очень невелика. Ну, какой-то характерный, я не знаю, там, бетон, не самый плохой, держит там полтора, полтора-два мегапаскаля на растяжение, например, да, ну, в отличие от металла конструкционного, который держит сотню мегапаскаля на растяжение, понимаете, да? Именно поэтому бетон нельзя использовать там, где есть зоны растяжения серьезного, так сказать, да, чистый бетон, ну, вы спросите, а как же вот конструкция типа там плотинка, так они работают на сжатие, да, то есть под действием собственного веса, они называются так, гравитационная плотина, да, она работает на сжатие, поэтому даже там какие-то внешние нагрузки типа гидростатики или там сейсмики, как правило, это сжатие не пересиливает, то есть не создают там такие поля напряжения, где эти напряжения переходят, где-либо через нулю, да, они все находятся в сжатой области практически, да, ну, а там, где это не так, там вот требуется применение ароматуры, ну, а вот и передище, да, так вот, бетон, да, вот на растяжение так, да, а дальше невинейность, все, приехали, да, если мы идем сюда, то на сжатие гораздо лучше, на сжатие гораздо лучше, вот, но опять же тут есть, значит, граница, да, сжатие, вот примерно такая кривая, ну, так вот мы можем ходить, да, предположим, электролерция сейчас, это с одной стороны, с другой стороны мы понимаем, что вот именно в силу вот этих особенностей, да, бетонные конструкции в чистом виде, конструкции с бетоном, используются только вот в весьма таких ограниченных, ну, как правило, массивных бетонных конструкций, да, которые в силу, так сказать, нагрузки, которые на них действуют, ну, и реакции этих сооружений, находятся преимущественно в состоянии сжатия, ну, в лучшем, в худшем случае, такого крайне маленького растяжения, в каких-то локальных зонах. Эти локальные зоны можно укрепить. Чем их укрепляют? Как и вообще зоны растяжения в бетоне, это ароматуры, да, то есть мы считаем так, ну, как бы исторически, инженерно, это так предполагалось, как это на самом деле мы еще об этом поговорили, предполагалось, что в железобетонных, таких комбинированных, композитных материалах, как железобетон, и, кстати говоря, этому посвящены вот теории и подробности теории, там, например, Николая Ивановича Карпенха, да, бетон работает на растяжение, металл, арматура, в частности, да, ну, какая бы она ни была, да, значит, арматура работает на растяжение, да, ну, и как-то вместе они вот, как бы делятся этими ролями, да, они так между собой договариваются при совместной работе, что бетон берет в жадь, и металл растяжен, вот, и вместе эта конструкция, да, держит вот те нагрузки, да, и то напряженно-деформированное состояние, которое эти нагрузки пораживает. Ну, это легко сказать, да, легко сказать, а как быть на самом деле? Думаю, опять же, я вернусь к практическому опыту своему, и только своему, да, который показывает, что не 95, а 99% всех расчетов, которые железобетонной конструкции ведутся, но в том числе, которые реализуются в программных комплексах, типа ЛИРА, СКАД, Микрофе, далее, далее, по списку, вот, это линейный упругий расчет железобетонной конструкции, внимание, да. Почему? Ровно по той причине, которая говорит. То есть исходит из постулата, что там мы не выходим за пределы, да, вот этой кривой, да, почему? Потому что бетон работает упруга и берет только сжатие, а там, где он не берет, там, значит, работает арматура, и она берет растяжение. Вот такой постулат. Хотя большая часть расчетчиков, которые этим постулатом пользуются, она, ну, как бы, не формулирует и не знает об этом постулате. Ну, просто вот программа устроена так, что там есть кнопка, которая говорит о том, что вот так и будет проведена расчет. Не так. Ну, кнопка и, соответственно, за ней соответствующие инструкции, которые в одном этапе описаны. Значит, так ли это дело? Так ли это на самом деле? Нет, не так. Потому что, если мы выходим за область, да, вот этой линейной упругой работы, железобетон в данном случае, то тут начинается более, так сказать, сложная картина нелинейного поведения, о котором я уже говорил, да, вот в чем эта нелинейная система проявляется. В таких нелинейных кривых и, так сказать, получение остаточной деформации. В случае бетона, железобетона, это еще сопряжено с образованием трещин, о которых мы говорим. То есть, та зона, которая не держит растяжение, с амалией или с помощью арматуры, она подвержена образованию трещин. Ну, вообще, есть такая вообще очень красивая область, в области железобетона, красивая с точки зрения теории практики, я имею в виду, да, ну, и приложения математических и вычисленных способностей, да. Это, как бы, один из критериев прочности железобетонных конструкций, это не единственное, да, один из критерий на продавлю. О чем идет речь? Ну, как пример привожу, да, чтобы быть правильным форматом. Ну, представим себе некую фундаментную плиту, которая лежит на каком-то, ну, естественном основании, да, каком-то основании. Как это основание моделируется, нас сейчас не очень интересует, да, просто основание. Это, может быть, конечно, и слайны основания, ну, вот мы для чистоты картинки берем плитное основание, да, вот такой у нас железобетон, да, такой железобетон, там какой-то, да, ну, и тут у нас есть колонна. Колонна. Или стенка. Или пилон. Ну, давайте, опять же, для простоты колонны. Я рисую плоский разрез, на самом деле, понятно, это пространственная картинка. И вот у нас, понятное дело, через эту колонну передается, ну, если это нижние этажи, какого-то там высокого здания, не дай бог, не до скреба какого-то, да, придется большие усилия, да, ну, в данном случае вертикальные, то есть они собираются со всех-всех этажей, и вот вниз приходят сюда. Понятное дело, что, когда мы смотрим общую расчетную модель, мы получаем картину деформирования, да, ну, какую-то, вот, положим, такую картину, она вся там переместилась, вот здесь, этой силой, да, ну, и вот колонна тоже сюда переместилась, какие-то поля напряжений, это все замечательно. Но, оказывается, существует другая опасность, да, что может происходить вот такое продавливание, да, такая призма продавливания, то есть, грубо говоря, вот эта колонна, как некий штамп, да, продавливает эту фундаментную плиту, ну, и вот, как бы, вырывается вот такой кусок из нее, да, вместе с колонной. Похожая картинка, значит, с перекрытиями, только там в обратную сторону, вот такая призма продавливания получается, да, ну, такая перевернутая картинка, например, карты, да, вот, вы спросите, были ли такие случаи на производстве, что называется, да, во время строительства, во время эксплуатации, да, целые этажи обваливались, да, и, соответственно, продавливались фундаментные плиты, вот в Москве такая была накажение, честнабежная, такое прямо строительство в большой площади, например, да, это было относительно недавно, это было и в прессе, ну, разумеется, это не единственный случай, да, то есть, оказывается, оказывается, да, что вот образование здесь такой системы крещен сложной, да, вот здесь система крещен приводит вот к такому эффекту, и если это не учитывает, и если это неправильно учитывает, а в нормах это проговаривается, но в рамках очень простых закономерностей, да, то есть, грубо говоря, с точностью поросячьего риска, не точнее, вот, то есть, если не учитывать и не знать вот этих реальных эффектов, вы спросите, это уже как бы такое общеизвестное, это в обиходе вот эти расчеты, нет, это как раз тоже один из передних краев, да, где мы должны идти вперед и как бы заниматься, тем более, что речь идет не только о таких простейших случаях, у нас есть такие рядовые колонны, у нас есть фасадные колонны, которые находятся еще не только в состоянии осевого сжатия, но и моментов, моментной составляющей нагрузки, да, значимой, где вот это продавливание, оно по-другому устроено, норма на эту тему весьма-весьма приблизительная, нам дают что-либо понять. Говорю все это не за тем, что опять кошмарить, как ты говори, как все плохо, нет, за тем, что есть много нерешенных проблем, да, мы идем вперед вместе с вами, я надеюсь, да, тоже будем это делать, вот, и здесь не учет нелинейных факторов, не учет нелинейных факторов физического, в том числе трещина образования, ну, может быть, даже вот такого же трещина, то есть образование магистральных трещин, оно как бы тут на границе между физически, нелинейными, да, и структурно нелинейными, да, задачей, вот, оно ведет к непониманию и недоучету этого фактора, да, который весьма опасен. Итак, это железобетон. Повторяю, я коснулся только, ну, самого-то-самого, так сказать, верха этой проблемы. Ну, какие еще материалы, в которых могут, ну, я имею в виду материалы и следы, которые мы используем, или они сами используются, скажем так, в строительстве, нас интересуют. Ну, конечно, это основа, грунты, да, самые разные, да, самые разные грунты, которыми действительно изобилуют, да, площадки строительства. Потому что одно дело мы строим на скальном основании, другое дело мы вот тут же лактый центр строим, проектируем и строим на побережье, так сказать, на побережье Финского залива, да, где болото, да, все это, так сказать, плывет. Самые разные условия, да, самые разные грунты. Существует ли сегодня, ну, так как для железобетона, единственная или там неповторимая, во всех смыслах непререкаемая модель поведения грунтов, да? Нет. Собственно, потому не существует единой модели нелинейного поведения грунтов, а грунты, самая структурно-неоднородная из всех материалов, которые мы используем в строительстве, да, она, эта среда формировалась природой, не нами, природой, да, на протяжении многих миллионов лет, да, в ней много непознанного, неоднородного, в том числе структурно-неоднородного, и там очень серьезно проявляются эффекты такой очень сложной, как правило, еще более сложной, чем в железобетоне, в бетоне, да, нелинейности, еще более сложной. И сегодня во всем мире, да и в России тоже, ну, если в России есть, там, 3-4, это красиво, да, ученых, механиков, грунтовиков, которые имеют свои теории, все эти теории не дружат друг с другом, ну, собственно, как и эти, авторы этих теорий, да, вот, и это как раз говорит о том, где мы сейчас находимся, да, мы находимся на этапе развития, да. Программы – это там второй вопрос. Сами модели, нелинейные поведения, биологические, то есть зависящие от времени, зависящие от истории возведения, там, да. А это действительно зависит от истории, как вы делали, откапывали котлован, как вы укрепляли, как вы потом строили конструкцию, как вы потом делали обратную заслитку, там масса проблем. Я это говорю не за тем, что один человек может или в состоянии, как бы все эти виды нелинейности освоить, для всех видов материалов. Но знать это, если мы оцениваем безопасность, ну, вот, наших объектов, да, безусловно нам, безусловно нам. Итак, мы очень кратко поговорили, и даже не договорили на самом деле, да, имея в виду наши временные ограничения, о физической нелинейности только. Мы еще туда не включили другие материалы, да, о которых вам известно, но, в которых, которые часто используются. Ну, например, кирпичная кладка. Ну, казалось бы, да, а что тут такое? А нет, это очень структурно неоднородный и подверженный разным видам нелинейности, физической нелинейности материал. Вы спросите, а кто в классике жанра, этого жанра? Ну, понятно, это не вчера началось, потому что кирпичом-то много занимались, много строили из кирпича. Ну, правда, не очень сложное сооружение, ну, как бы историческое. Но в последние годы произошло несколько таких знаковых, ну, были выпущены несколько знаковых работ, в том числе на основании математического моделирования, в том числе с использованием методов численного моделирования и реализации современных программных комплексов. Как вы думаете, кто является современными классиками жанра? Это кирпичная платка из всего-то того. Кого бы мы знали? Кого бы мы знали? Вот видите? Да, страна, а тем более, тем более, да, люди, которые живут рядом, должны знать героев своих. То есть это не только подводники, не только космонавты, но и те, кто занимаются продвижением в областях, в тяжелом и опасном деле продвижения математических моделей в области невнимого поведения материалов. Материалов, ну, и структурно-однородных материалов, таких как кирпичная платка. Так вот, например, серьезное продвижение за последние десятилетия в этой области с точки зрения моделирования, подробного моделирования, учета целого ряда факторов, которые ранее не учитывались вовсе или учитывались очень продвиженно, и именно феноменологически, то есть как бы в соответствии с экспериментами, натурой, а не просто с какими-то умозрительными представлениями. Вот Галина Геннадьевна Кашеварова защищала свою докторскую диссертацию, а я был одним из экспертов, кстати говоря, которые эту работу смотрели, оценивали, да, как раз посвященную этой теме. И там было серьезное такое продвижение сделано. Несколько лет назад защищался в строительном университете, тоже я в этом присутствовал, я принимал в этом участие, да, в оценке. Олег Васильевич Кабанцев, вы тоже увидите среди савторов, Анатолиевича Перельмутров, последние книжки, да, поэтому я же говорю. То есть все-таки есть люди, да, которые продолжают, и в России в том числе, этим заниматься, и искать, и находить те закономерности, которые отличают, реально отличают, да, такого рода материалы от, ну, каких-то там упрощенных, линейно, кругов приближения. Ну, сегодня, сегодня, ну, вы знаете, что генералы обычно готовятся, значит, не к тому, к чему надо, они готовятся к прошедшим войнам, да, то есть, как бы, у них там представление, да, и поэтому они, как правило, новые войны проигрывают. Старые генералы, именно. Это известное высказывание чем-то мне напоминает нынешнее состояние, да, когда вроде бы уже везде все знают, да, что существуют новые материалы, композитные материалы, в том числе, не только машиностроение, но и строительство. Все видят, как китайцы за 10 дней строят многоэтажный дом с помощью аддитивных технологий 3D-принтера, да, это абсолютно новая технология, абсолютно новые материалы. Вопрос, кто этим занимается у нас здесь, в России? Ответ, никто. С точки зрения математического моделирования и дальнейшего использования при расчетном обосновании безопасности. То есть, мы, как всегда, догоняем ситуацию, да, поскольку не опережаем, неупреждаем и ее догоняем. Это нехорошо. Я это говорю к тому, что в области моделирования вообще, моделирования с учетом реальных, не идеализированных, да, а реальных свойств материала, в том числе новых материалов, я уже сказал, композитных, аддитивных, да, в рамках аддитивных технологий, создаваемых, да, здесь еще предстоит много, что сделать, да, если мы хотим реально этим воспользоваться и реально оценивать механическую безопасность вот такого рода материалов и тех конструкций, которые из этих материалов будут. Ну, вот, пожалуй, все, что я не то, что хотел, а мог рассказать вам о физическом, о физическом, немедленно, да, ну, единственное, что я тут нарисую, ну, у меня такая детская, да, детское желание что-то порисовать, я вообще-то из-за студии заканчивал, да, а в последнее время не рисую, вот, могу тут вот здесь на доске, да, немножко порисовать. Итак, просто, чтобы было понятно, да, что отделяет, условно говоря, физическое нелинейное поведение материалов от как бы кажущейся физически нелинейного, нелинейного, да. Ну, вот представьте себе два, две закономерности рядом я нарисую. Здесь я нарисую вот такое, я нарисую это вот так, так, и вот так, да. Стрелочками показано нагружение и разгрузка, да. Ну, опять же, сигма и псу, да. А здесь, в тех же осях, я нарисую то, что я уже рисовал, на самом деле, да, вы помните это, да, ну, например, так, так, вот у нас нагрузилось, вот у нас разгрузилось. Ну, и там дальше поехали. Как вы думаете, с точки зрения, вот как бы и терминологии, и сути дела, ну, и, естественно, там, методов расчета, это само собой, какая из этих моделей является физически нелинейной, какая нет, а может, они обе физически нелинейные, или обе нет физически нелинейной, как вы думаете? Обе физически нелинейные, говорит девушка, и что меня радует, это уверенность в ее голосе. Так, есть другие мнения? Есть другие мнения? Ну, я, мне кажется, выдержал достаточно эту театральную паузу. Натурнал на вас страху, или что-то еще. Ну, я бы, наверное, задавал этот вопрос, да, если был такой простой ответ, как сказал девушка, да, то есть, наверное, а можете, да, нет, вот я хочу сказать так, что вот эта левая, левая, ну, в хорошем, в смысле слова, левая модель, которая исследована, она, конечно, содержит в своем определении понятие нелинейности, но это не физически нелинейно, это нелинейно-упругая модель. То есть, что это означает? Да, у нас вот теряется здесь линейность в законе сегма-эпсона, но, когда мы идем по разгрузке, мы возвращаемся сюда, по той же кривой, да, то есть, туда-сюда сняли нагрузку, нет деформации, да? Есть ли такие материалы, которые вот следуют вот этой нелинейно-упругой модели, которая, по сути, не является физическим изменением, то есть, не содержит вот этих достаточно пластических деформаций, да, по сути, тут нет пластической деформации, если бы они были, что мы вернулись назад, пластические деформации необратимые, да, то есть, они как бы остаются. Есть такие материалы, ну, скажем, резиноподобные материалы, да, вы их там жмете, пыр-пыр, да, вот они уходят от этой кривой, да, но потом возвращаются при снятии нагрузки на свое место, например, резиноподобные, да, или там, как это называют математические или механические, гиперпругие материалы, так сказать, да, видите, какие красивые названия, а вот это чистое физическое мнение, да, там есть пластические деформации, вот, и там мы четко можем сказать, что тут есть проявление физической деформации. Так, коллеги, я чувствую, судя по уже одному ушедшему, и мне тут напоминают мои молодые коллеги, что время закончено, да? Да, да. Здесь вы очень активно согласились со мной. Вот, ну хорошо, активность может быть в разных проявлениях. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, да? Возможно. Пока. Пока. Нет вопросов. Что-то как-то у пермяков нет вопросов почему-то, я не знаю. У всех вокруг ко мне одни вопросы, да, я вот куда не прихожу, везде одни вопросы, а у вас нету. Может, мне к вам переехать как-то ближе, там, проще жить будет. Все, спасибо. Это так, шутка, в которой, конечно, издоль истины. До следующего занятия. Я думаю, на следующем занятии мы продолжим и, собственно говоря, закончим тему нелинейности, так? Возможно, это не угроза, возможно, я даже какие-то формулы вам нарисую, ну, как-то я чувствую себя не вполне своей тарелки, когда без формул, без зависимости, без уравнений, да? как-то это не по-людски, так? Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok